Старосты деревни Никулино сельского поселения Костинское Ивана Васильевича Сазонова избрали в 2005 году, но сельскими проблемами он стал заниматься по собственной инициативе гораздо раньше, с конца 90-х. Никулино состояло тогда из 17 домов и считалось неперспективной деревней. Здесь не было ни природного газа, ни хороших дорог. Однажды глава Дмитровского района Валерий Гаврилов попросил Ивана Сазонова навести порядок в деревне и наладить диалог с местными жителями. Недолго думая, староста собрал общий сход и предложил все проблемы решать сообща. Посидели, поговорили и принялись за дело. Я собрал народ, народ поддержал и стали здесь наварить порядок. За это время здесь построили дорогу, поменяли часть столбов освещения, провода поменяли, трансформаторные подстанции поменяли, пруд почистили. Правда, очень долго к этому шли, вот, но все равно почистили. Значит, народ здесь, всего 50 домов у меня здесь. Газ провели только в 24 дома. У других там денежных, ну, можете в дальнейшем еще будут подключаться. Народ очень хороший. Вот, вначале меня пугали, что здесь такой грубый там и так далее. Ничего подобного. Как ты будешь к ним относиться, так они к тебе будут относиться. Вот. Народ добрый, с пониманием. Вот, выходил несколько раз с устроя водопровод. Вот, колхоз нам помогал, вернее, сельсовет Тамарова сильно меняли скважину. Вот. Работает нормально, хорошо. Своей основной заслугой Иван Васильевич считает газификацию деревни. Этим нелегким делом он занялся еще в 2005 году. Долго оформлял документы, убеждал сельчан в необходимости природного газа. И вот, спустя пять лет в деревне состоялся пуск газа. Правда, получила его лишь половина сельчан, 24 семьи, ведь каждому домовладению голубое топливо обошлось примерно в 300 тысяч рублей. Но на этом староста не остановился. Через местные власти он добился модернизации деревенской энергосистемы, ремонта деревенской дороги, организовал вывоз мусора. Есть в деревне и общественная скважина с чистой водой. В прошлом году за счет районного бюджета в деревне почистили, углубили и благоустроили пруд. А в этом году рядом с ним появится детская площадка. Люди благодарны за работу, которую ведет их староста и всегда во всем помогают. Даже дети с удовольствием приезжают на каникулы в деревню и чувствуют себя комфортно и уютно. Иван Васильевич Сазонов считает, что староста должен быть в каждой деревне, а первым его помощником инициативная группа сельчан, которая необходима для решения организационных вопросов. Староста, в свою очередь, должен иметь прямую связь с главой поселения в любое время суток. Только тогда местное самоуправление будет по-настоящему работать и приносить результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова